Я сказал, пронзать сердца, но не в буквальном же смысле. Вот жуть тут развел, а? Купидон, которого мы все заслужили, ребята. Просто брау, лучший Купидон на свете. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Доктор Гнус. И это Купидон, бог любви, путь саморазвития. Очень странный кадр для такого названия. Это начальный кадр этого мультфильма. Любовь проявляется очень интересно. Очень интересно, я смотрю, в этом мультике проявляется любовь. Но мы сейчас, в общем, будем смотреть. Да, ссылка на оригинал этого видео в описании. Как всегда, переходите, поддерживайте автора, комментариями, лайками и подписочками, колокольчиками и прочим. Доктор Гнус, Купидон, бог любви. Древнегреческий ты бог. А ты точно хотел им всем любви? Хороший вопрос. Тут есть над чем поработать. О, боже. А все, хочу реветь, будет тебе любовь. Ой, это такой бедный маленький древнегреческий божочек. Он устроил такой геноцидик, ему грустно. Как обидно вообще. Я прям не в этой сволочке. Что ты ревелся? Ты что натворил? Ты что натворил? Жопой он свой повернулся. Так, кто у нас тут? Еще слов нет. Эрос. Он же Амур. Он же Купидон. Бог любви, ответственный за продолжение жизни на земле. В его задачи входит, чтобы самцы и самочки любили друг друга. И у них появлялись киндеры. Став, став, став. Так. Давайте-ка еще раз. Они, значит, вот, по это самое, да? По чеху чухались. В них появлялись. Откуда вылетели киндеры? Они что, трахнули куст и куст родил? Я просто... Я не могу понять эту сцену. Ох уж эти рожающие кусты. Понимаете? Пытаешься ты, значит, трахнуть тянку, заделать с ней ребенка. А все обязанности на себя берет куст. В итоге вы родили от куста. Поздравляю. Браво. Так. Почему опять мертвый? Как ты это умудряешься, придурок? Как ты умудряешься? Опять ты убил обезьяну. Сволок. Как ты это сделал? Тут где-то непонятно. Вон у него кровавное говно это. Ты дурак, что ли? Во-вторых, нужно что-то решать с твоим инструментом. Это точно, да. Да не с этим инструментом. Куда ты с... Не с этим, с этим. Не с этим. А чем-то у тебя в руках. Я полагаю, тебе нужно пронзать сердца, а не разбивать головы. У меня такое ощущение, что, знаете, это фантазия на тему, если бы Чикатило стал Купидоном. Из-за памятных времен человек понял, что бегать за добычей дело отстойное. Его лень и смекалка порождали из поколения в поколение все более новые и извращенные виды оружия. Любовь, цветочки и помидоры. Ну да, это же, знаете, то неловкое чувство, когда узнаешь себя в этом. Каждый раз, когда на охоту охотники сейчас отправляются, они вот это берут с собой. Это же очевидно. Слушай, не упасть, цветочки и помидоры. Вау-вау-вау-вау. Ты вообще с головой дружишь, нет? Я сказал, пронзать сердца. Ну не в буквальном же смысле. Вот жуть тут развел, а? Слушай, ты опасный... Купидон, которого мы все заслужили, ребята. Просто брау, лучший Купидон на свете. Спасибо тебе огромное. Любовь распространяется направо и налево, только так. Фильм Титаникс только для распространения любви не сделал. А, кстати, вон, смотри, Титаник сзади плывет. Иди там тоже всех поубивай. Там Ди Каприо, его сердце еще не пронзали, понимаешь? Может, тебя что, напутали в предназначении, а? Нет? Блин, ну ладно. Смотри, вот это оружие решит сразу все твои проблемы. Вот паскуда. Только давай без фанатизма. Системки проведут тебе сейчас инструктаж. Вот что интересно. Системки. А слово сиськи, да, я так понимаю? В личном деле Амура нет точных данных по его папе и маме. Тут 10 вариаций, кто мог бы быть папой, и 8 вариаций мамы. Да блин, очевидно, папа, папа, я уже говорил, папа Чикатило, мама, это, Елизавета Баттери, или как там это. Или Тонька пулеметчица. Ну, что-то в этом роде там, одно из двух. Вот же, б***ь, а? Вот я точно хорошую вечеринку пропустил на Олимпе. Ну, если дела пошли, рекомендую не торопись, прицепь не пей. Так, не-не-не-не, стоп. Ну ты посмотри, что за голубятню ты тут устроил. Это он устроил. Нет, так не пойдет. Сейчас что-нибудь другое тебе подберем. Лук. Одно из самых древних метательных оружий человека. Средняя дальность полета стрелы 250 метров. Наконец. Ходят слухи, что были пацаны, запускавшие стрелы на 700 и более метров. Хороший лучник выпускал примерно одну стрелу в секунду. Но вот когда прижимало, то мог еще и в два раза ускориться. Стрельбей. Ну, короче, наконец-то хоть кто-то додумался ты, доктор Гнус, выдать ему адекватное оружие. Только замени стрелы на какие-нибудь там эти, ну, стрелы с сердечком на конце. Ну, сейчас он убьет же миньончика. Расходники. Мне писали, расходники зовут этих пацанов. Лука обучали почти с пеленок. Главное прогресс есть. Продолжай. Больше практики. Продолжай. Теперь целься ему в инструмент. Повыше. Лук мог пробить 5-сантиметровую дубовую доску на расстоянии более 200 метров. Однако в бою стрелы не могли пробить доспехи. Задача лучников была устроить ливень из стрел и закалечить врага в неприкрытые мягкие места. Да, и иногда пустые места очень. Так, это у нас, значит, сцена грехопадения. Вон, Адам там, видите? Адам там сидит, что-то пырится в телефон или что он делает? У него рука такая, как будто он по телефону базарит. Так. Развлекаешься, да? Что ж ты творишь? Ага. Ну все, основы ты уловил. Так, а это на кого отсылка скажет? Осталось только одно. Женить тебя самого. Исаак Ньютон, я понял. Адам Ева, я понял. Вот это я не понял. Женить его самого, серьезно? Нужно знать, чем торгуешь на рынке. У царя было три дочери. Чувак. Чувак, он свою жену грохнет на следующий же день. Ты поехавшись? Красивая была. Прям вообще на зависть всем девкам. Но вот только почему-то я никто не хотел брать в жены. Психованная была. Могол Бог велел отвезти дочку на скалу для брака сужины. Психованная была, психия. То, как говоришь. Мадам, простите. Так пленил вашей красотой. Я хотел бы вас взять в мужья. Хотел бы сделать вам предложение руки и сердца. Она сразу начиняла. это оказалось там какой-то урод монстр наверное летит а не я знаю я знаю там расходник там короче миньончик расходник показ по сказке на как так мужа ни разу не видела что за женат и такая мало ли кто к тебе приходит ночью а если кто по пьяни завалится повелась на упреки зашла светильник и посмотреть что за черт не ночью красавчик боже господи какой какой прелестный молодой человек мужественный тестостерон так и прет изо всех щелей в общем по не заладится у вас семейная жизнь после того как ты его этим говном облила по миру а это я вообще думал упросить зевса чтобы он отправил от меня эту психею долбанут эту бабу подальше от меня на меня хреть я сплю она меня лечить обливает свечой вообще охерела зевс зевс ты шо ты шо ты нашел мне кого вообще это убери от меня и начали они работать в саду или что зачем так в общем то у нас тут расходники знаешь переоделись в змею но это уже не то это уже как говорится не то надо теперь за этим купидоном странно все исправлять да уже уже никак уже какой активный и смелый малыш однако это главное чтоб адам этого не видел а то а то адам тебе как дам я теща как дам трогаешь моих ты дам точнее одну ну неважно это убьет его просто наверное мне кажется это помирить может а это блин я понял это стив джобс все терь ясно и вот пока он не на вот да вот именно так все и было на самом деле стив джобс же рассказывал своем интервью там гарварде он стоял там выступал перед студентами говорит я знаете я вспоминал часто свое прошлое как я добился всего и тогда пришел расходник и надкусил яблоко и открыт опа нихера сиям стив возняк возняк вознищи йоу давай сделаем это говнище и мы как бы все мы победители по жизни именно так и ну хорошо что не залупе могло бы быть хуже позови пожалуйста амура том и том и джерри начала да как говорится до нашей веры когда выйдешь как что делать тебя ждут 8 миллиардов людей тебе еще нужно каждый твари по паре найти нет никто за тебя это не сделает пошла работа точно не дам что значит ты не подписывался на такое давай давай лук стрелы есть все работай и подписывйся это это вот я вот точно вот согласен абсолютно как купидон подписывайся котик мышка подписывайся все остальные в принципе кто это видео смотрит тоже переходите на в общем-то оригинал этого видео подписывать и еще на меня тоже подписывайтесь на всю бы я и так же ставьте нам с автором короче да ссылка в описании на оригинал проходить стать нам лайки там комментарии В общем-то, вступайте в мою группу ВК Ссылка в описании, жмите везде колокольчики Эти замечательные, и все На этом мы заканчиваем Всем счастливо, всем удачи, всем пока